Уважаемые мои подписчики, я хотел бы с вами поделиться маленькими нюансами инкубирования яйца в таких инкубаторах, как B на 63 яйца, не сушка. Инкубаторы не сушка, это пенопластовые инкубаторы, поэтому у них, конечно же, есть свои недостатки. В помещениях, первый пункт, в помещениях, где температура нестабильно держится и может опускаться, резко колебаться и нагреваться, у меня вот на кухне именно так. То есть температура здесь может резко повышаться, резко понижаться, в общем-то градуса на 4 точно, реально, пока там не включится отопление, еще что-то изменение резкой температуры. Поэтому инкубаторы у меня и от окна накрыты вот такими полотенцами, чтобы воздух под инкубаторами не гулял сильно. В инкубаторах всегда стабильная температура держалась 38, вот сейчас 38,3 показывает контрольный терморегулятор, потому что яйцо началось уже нагреваться. Так как сегодня четвертый день инкубирования. В инкубаторах температура 38, на старте было 38,1, ну в общем-то 38. В дальнейшем я полотенчики эти уберу, потому что в яйцах начнет повышаться температура. Следующий нюанс. Никогда нельзя забывать, что в связи с тем, что инкубаторы несовершенны по геометрии, без вот такого вентилирования, как у меня вот здесь, два вентилятора, да, температура вообще будет нестабильная в инкубаторах. Поэтому для избежания неравномерного нагрева я установил вентиляторы, кулеры для компьютеров, и все равно раз в три дня я меняю месторасположение яиц. То есть вот кто был в углу, я меняю к центру. От центра в угол. Здесь аналогично. Из угла в центр, из центра в угол. И там то же самое. Но у дальней стенки более стабильная температура, с края здесь менее стабильная. Третий пункт. Помимо того, что вам необходимо... Вот они, моя полотенца, да? Помимо того, что вам необходимо менять... Здесь я тоже, кстати, поменяю, кто с краю был к центру, кто из центра к краю. Обязательно поменяю сегодня четвертый день. Также необходимо доливать воду. Помните, я говорил, что на первом дне инкубации... На первом дне инкубации воду я наливаю из шести в четыре ячейки. Потом поддерживаю три ячейки по диагонали. Раз, два и три. И углом у меня ячейки. Вот, то есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вот в эту наливаю, вот в эту наливаю и вот в эту. Их поддерживаю. Я все время с водой. Раз в три дня я наливаю по литру воды. Этого достаточно, чтобы постоянно поддерживать одинаковый уровень воды и разрушать пленочку, которая образуется в ячейках на поверхности воды, которая мешает испаряться воде. Я закрою инкубатор, вот, потому что, видите, температура там опускается, когда я его открываю, соответственно. Вы запомнили, да, что первое, если у вас помещение с быстрым и резким изменением температуры, вы укрываете данный инкубатор сверху каким-то полотенцем, либо одеялком, либо платком шерстяным, на крайний случай, в общем-то, даже очень неплохо, если вы им не пользуетесь сейчас. Второе. Не забывайте яйца перекладывать. Вот так я поперекладывал яйца. Сюда я переложил ухи и люй. Эти я по центру рассредоточил. Все местами поменял. Это очень важно, ребят, это очень важно, менять вот так яйцо местами. Потому что все равно даже с кулером кое-где яйцо хуже прогревается. Проверяйте обязательно вот с телефоном, чтобы водичка была на нужном уровне. И своевременно доливайте. Это тоже очень важно. Все. На данный момент, пока больше нюансов в инкубировании я вам не подскажу, до авоскопирования. Авоскопирование я буду делать где-то на седьмой-восьмой день. Продолжение следует.